Дорогие эксперты, здравствуйте! Почему-то начинают пользоваться косметикой, когда уже появляются какие-то особенности. В первую очередь давайте поговорим о самом распространенном типе кожи. Это жирный тип кожи. Чаще всего, как раз чуть ли не 80% наших потребителей имеет именно такой тип. Расширенные поры, жирный блеск, воспалительные элементы. Я думаю, что вы многие узнали себя здесь и возможно ваших клиентов. Понятно, что здесь вот у этого конкретно типа кожи огромный просто такой список минусов. Это, конечно же, не очень стойкий макияж, потому что жирный блеск, да, ну опять же, там чисто эстетически не совсем привлекательно. Это, конечно, воспалительные элементы, которые хочется поскорее как-то замаскировать или избавиться от них. И широкие поры, которые тоже не особо привлекательны. А плюсы при таком типе кожи имеются. Это в первую очередь более позднее старение, но при правильном уходе. И, конечно же, более позднее проявление всех как раз признаков старения, в том числе и морщин. Но для жирного кожи, для жирного типа кожи обязательно нужно подбирать очень мягкое, очень правильное очищение. Не слишком агрессивно очистить, не слишком пересушить, чтобы кожа не стала защищаться еще больше. Жирный тип кожи характеризуется повышенным салоотделением, больше, чем у нормальной кожи. Это будем считать идеальный тип кожи нормальный. А и, как раз, вот слово с воспалительным элементом, это все способствует как раз выбору специфических средств. Первое. Для жирного типа кожи обязательно нужно использовать мягкое и правильно подобное очищение. Это гель или гель-пенка, желательно с лициловой кислотой. Это использование скрабов для более частого отшелушивания аргавивших клеток. И использование специальных средств, которые борются с воспалениями, маскируют их и плюс уже сами работают тут же. Серия код-чистоты, которую вы видите на слайде, содержит лициловую кислоту, которая как раз регулирует работу сальных желез, чтобы гораздо меньше выделялось сало и придает матовость коже, ухаживает за ней. Что мы рекомендуем? Не только для кожи очень жирной, не только для кожи, на которой постоянно появляются воспалительные элементы, есть жирный тип кожи, который нужно поддерживать. Это серия активный кислород для жирной кожи, которая содержит экстракт березы, также способствует регуляции работы сальных желез, также способствует коррекции воспалений, но более мягкая, более щадящая формула. Для жирной кожи обязательно увлажнение, обязательно ежедневный уход, дневной и ночной крем. Крем необходим для жирной кожи в первую очередь, потому что это защита от ультрафиолета, защита от каких-то внешних проявлений окружающих среды, и, конечно, это действие, придающее матовость коже и антибактериальные действия. Уникальная текстура, как раз средство для жирной и комбинированной кожи, позволяет очень легким, очень таким вот тонким слоем нанести средство и практически не ощущать его на коже. Еще одна серия в линейке активный кислород, серия для нормальной и комбинированной кожи. Здесь мы видим гель «Тоник», также дневное и ночное средство. И, конечно же, мы когда предлагаем для жирного типа кожи средство, мы помним о том и у нас есть замечательная линейка «Секреты природы». С натуральными экстрактами, пожалуйста, это алоэ арника, который еще и позволяет снизить раздражение, успокоить кожу. Это серия чайное дерево, который как раз своим компонентом чайное дерево уже воздействует на воспалительные элементы. А чайное дерево само по себе является сильным противовоспалительным компонентом. И серия черника и лаванда, которые также успокаивают кожу и восстанавливают ее гидроликвидный баланс. Кроме ежедневного очищения, мы, конечно, еще поговорим о дополнительном уходе, но давайте остановимся на очищении более подробно. Почему гель, почему гель-пенка? Почему такое разнообразие, почему такой выбор? В первую очередь гель предназначен для очень жирной кожи и для более теплого времени года. В более холодной, вот сейчас, например, холодной уже осенью и в приближении уже зимы мы рекомендуем все же гель-пенку. Но, опять же, смотрим по состоянию, если это очень жирная кожа и если обилие воспалительных элементов, мы все-таки акцентируем внимание на геле. Кроме того, что мы предлагаем ежедневный уход, очищение, тонизация, дневной уход и ночное восстановление, мы еще и рекомендуем дополнительные средства. Это маски, это скрабы. Скрабы только в том случае, если нет воспалений на лице. А маски мы предлагаем с глиной, которая матирует кожу, которая придает ей здоровый вид, очень быстро как раз восстанавливает внешний вид. И, конечно же, это маска-пленка, которая еще и обладает отжилучивающим свойством. Поэтому, когда мы предлагаем средства для ухода за жирной кожей, мы, конечно же, кроме очищения, кроме тонизации, еще и обязательно предлагаем, продаем и дополнительный уход. Объясняю это тем, что раз-два раза в неделю необходимо еще дополнительно очищать кожу, обновлять, а это очень актуально уже в возрасте после 25 лет, когда кожа обновляется более медленно. Поэтому не забываем о дополнительных средствах и их предлагаем. Вот, например, вариант для ухода за жирной кожей, например, молодой девушке или молодому человеку. Гель, тоник обязательно, да, тоники содержат, и все средства ухода частоты содержат салициловую кислоту, которая как раз, да, борется с воспалениями, матирует кожу. Также предлагаем маску на основе глины, которая матирует кожу, и дневной уход. Также этот крем, код частоты, можно использовать и ночью. Но, опять же, да, если мы предлагаем для молодой кожи, 15, например, лет, тире 17, то, ну, вот здесь ночной уход еще не настолько актуален. Пожалуйста, темы для проведения ваших тренингов, ваших вебинаров по теме жирная кожа. Понятно, что пригласить своих новичков, пригласить своих консультантов на часовой тренинг бывает достаточно сложно, поэтому какую-то короткую тему, да, в рамках, например, там, еженедельного обучения можно включить. Темы могут быть, конечно, очень интригующими, да, чистая кожа ваш вариант, чистая кожа, возможно, береги красоту с молоду, а как бороться с черными точками и так далее. А самое главное, да, нужно понимать, что жирная кожа – это самый распространенный тип кожи. Даже если вот перед вами будут сидеть люди, у которых нет таких проблем, как воспаление, как минимум у них есть огромное количество клиентов, которые страдают вот такими вот неприятностями, да, как воспаление, жирный блеск, не очень стойкий макияж и так далее. Поэтому рассказывать своим ключевым консультантам, своим новичкам о том, как продавать наши средства, как правильно их предлагать, необходимо. Для проведения таких вот тренингов обучающих, для проведения мастер-классов рекомендуется использовать каталог, в котором, естественно, представлены средства по уходу за жирной кожей и не только. Также вам понадобятся все необходимые средства, ну, как минимум, да, средства из линейки «Активный кислород» для жирной кожи, палитра оттенков, ну, это в том случае, если мы все-таки мастер-класс завершаем макияжем. Я все же рекомендую после очищения наносить как минимум тональное средство. Ну, идеальный случай, когда вы мастер-класс по уходу за лицом и мастер-класс по декоративной косметике сочетаете. Ну, и также, конечно же, мы всегда для проведения мастер-класса определяем цель, потому что важно не просто провести мастер-класс ради мастер-класса, а важно научить людей продавать. Потому что мастер-класс мы проводим именно для того, чтобы услышать от человека впечатление, доставить ему удовольствие и подобрать средства, которые подходят именно ему. Поэтому специальные распечатки, заготовки, у нас их огромное множество, где можно как раз указать средства, которые подходят именно этому человеку. Это очень необходимо. Ну, и, конечно же, можно тут же предложить после мастер-класса вашим консультантам для клиентов, тут же предложить, оформить заказ. Ну, и, конечно, как минимум раз в каталог мы рекомендуем вам проводить тренинги по уходу лицом. Тренинг, мастер-класс, но лучше, конечно, раз в неделю, чтобы была такая определенная чистота. Кроме того, что мы встречаем достаточно часто жирный тип кожи, это, можно сказать, отнести к проблемам, очень часто мы встречаем и такой тип, как уставшая или стрессированная кожа. С чем это связано? Нерегулярный сон, режим сна и отдыха, недостаточное употребление воды, сухой кондиционированный воздух, неправильный уход за кожей, курение и так далее. Все это способствует обезвоживанию кожи, нездоровому какому-то землистому оттенку лица, неприятности в виде отечности, особенно в первой половине дня. И, конечно, это какие-то раздражения, воспаления, очень быстро реагирующая кожа на какие-то изменения. Также это могут быть воспалительные элементы, как уже сказала, сальные пробочки. Ну и, конечно, просто вот нездоровый вид лица. Плюсов у такого типа кожи нет. Конечно, первое, на что можно обратить внимание наших потребителей и наших консультантов, то, что первую проблему, которую мы можем решить, это восполнить недостаток влаги. Уставшая кожа – это в первую очередь обезвоженная кожа, которая начинает шелушиться, на ней четко виднеются клинические и даже возрастные морщинки. И такая кожа, конечно, теряет эластичность. Не только выглядит не совсем привлекательно, но и, конечно, обладательница такой кожи чувствует себя не очень хорошо. Про как раз факторы мы поговорили немножко. Самое главное, чтобы такого типа кожи избежать, необходимо правильно ухаживать за кожей, как раз избегать различных неблагоприятных факторов, как нерегулярный, недостаточный сон, недостаток витаминов, несбалансированное питание. Это, конечно, правильный уход для кожи. Также может способствовать ее отличному состоянию и здоровый образ жизни. А даже в кондиционированном, даже в сухом помещении можно защищать свою кожу, можно ухаживать за ней, а главное – использовать правильные средства время от времени с помощью спрея, восполнять остаток влаги и пить необходимое количество воды. Полтора витра минимума. А каким образом мы можем с помощью средств компании Арифлейм восстановить уставшую кожу? В первую очередь это очищение. Самое мягкое очищение с увлажняющими компонентами. То есть это те как раз гели-пенки, молочко, гели очень мягкие, которые позволяют снять раздражение, снять покраснение и подготовить кожу к дальнейшему уходу. Тоник. Обязательно без спиртовой. Вот как раз тут же на мое приглашение на вебинар последовали вопросы в чате, в скайпе. Есть у нас без спиртовые или тоники? Есть. Вот как раз вы видите их перед собой. Это в серии «Секреты природы». Пожалуйста. Черника, лаванда, алоэ, арника. Это, конечно же, в серии «Активный кислород» для сухой чувствительной кожи. В этих средствах спирта нет. И также наши спреи, которые вот лимитированы выпуском, у нас появляются, они также не содержат спирта. Именно для того, чтобы кожу не сушить, а как раз восстанавливать и увлажнять. Для уставшей, для обезвоженной кожи мы в первую очередь рекомендуем серию «Активный кислород» линейку для сухой чувствительной кожи. Эту серию я вам рекомендую использовать на всех мастер-классах. Вот с нее нужно начинать. Она должна быть обязательной. Потому что эта серия подходит абсолютно всем, абсолютно с любым типом кожи, даже если она жирная, даже если она комбинированная. А вот после вот этого раздражений точно не должно быть, а будут только приятные ощущения и, конечно же, снятие раздражения на коже. Здесь, пожалуйста, очищающее молочко, тоник. Очищающее молочко очень легко, допустим, в любых условиях снимать с помощью ватного диска с моченой водой. Ну а вообще после использования молочка мы всегда рекомендуем его смывать, остатки его. А также тоник, пожалуйста, беспиртовой, который мы используем после любого очищающего средства, для того, чтобы удалить остатки его и подготовить уже к нанесению средства. Дневное ночное средство для сухой кожи, для сухой, обезвоженной, для уставшей, которая позволяет вернуть здоровый цвет лица и восстановить гидролепидный баланс. Кроме того, что мы используем средства для ежедневного, очищения, для ежедневного ухода. Нужно помнить о том, что есть у нас средства интенсивного восстановления. Это маски глубокого увлажнения, а и это, конечно же, для стрессированной кожи не совсем, да, это у нас подходит, но все же, если есть землистый оттенок лица, мы можем также рекомендовать наш мягкий пилинг-крем. Пожалуйста, да, то есть мы не забываем о интенсивном увлажнении и включаем обязательно в рекомендации. То есть кроме очищения, кроме тонизирования, кроме ежедневного ухода, дневного, ночного крема, мы рекомендуем еще и маску. Обязательно, как минимум, увлажняющую. Она нужна абсолютно всем. Так как мы все-таки живем в таком достаточно холодном климате и постоянно, ежедневно испытываем стресс, выходя из теплого помещения на улицу и наоборот. Также мы предлагаем спрей, который у нас время от времени появляется в наших каталогах с лимитированным выпуском в ограниченном количестве. И, конечно же, мы рассказываем об этом типе кожи, об этом стрессированном типе кожи на наших мастер-классах, на наших тренингах. Говорим о том, что серый цвет актуален в интерьере, но не на лице. О том, что для кожи, для организма очень необходима вода. И как раз увлажняющий свет необходимы. В том числе и жирной кожи, если она все-таки стрессированная, если она каким-то образом испытывает уже недостаток влаги. Ну и, конечно, стрессу нет, молодости, наши антистрессовые средства помогают в этом. Другие темы, другие варианты и те же рекомендации для проведения тренингов и для проведения мастер-классов. Обязательно продукция, в частности, я сказала, что серия для сухочувствительной кожи, как минимум, для проведения мастер-классов. Это, конечно же, какие-то бланки для того, чтобы отдать уже человеку после проведения мастер-класса. И я обращаю ваше внимание, у нас появился замечательный инструмент на нашем сайте. Интерактивная программа. Ну, такой замечательный, я бы сказала, аналог нашего аппарата для тестирования кожи, который стоил когда-то, да, у нас 16 тысяч рублей. Сейчас абсолютно бесплатно. Вы садитесь вместе со своим клиентом перед компьютером, открываете наш сайт, раздел «Уход за кожей», интерактивную программу, задаете вопросы, опять же, визуально оцениваете тип кожи, состояние кожи, потому что жирный блеск, расширенные поры видно, да, например, там, воспаление, какие-то покраснения, шелушения видно. Да, с дрессированной кожей тоже можно легко визуально диагностировать. И компьютер вам выдает рекомендации из тех средств, которые у нас есть сейчас в ассортименте. Эта программа автоматически обновляется, поэтому пользуйтесь этим инструментом, отличный, замечательный инструмент для продаж и очень такой, ну, скажем, достойный, потому что вызывает уважение у клиентов и они с удовольствием заказывают именно те средства, которые выдает им компьютер. Также, кроме того, что мы выделяем как проблемы жирный тип кожи, стрессированную кожу, можно заметить достаточно частое появление пигментации и огромное количество женщин страдает от этого, не знают, как вороться, ну, и в какой-то момент просто махают на себя рукой, но наша задача рассказать им о том, что не замечательные средства от пигментации, от такого явления, которое показывает степень, ну, пожалуй, наверное, любви, защиты себя, любимой от солнца. потому что не какое-то вот неограниченное количество времени на солнце, такое повальное увлечение соляриями, оно может привести к появлению вот таких вот одиночных, да, или, допустим, там, крупных пигментных пятен на лице, и это не совсем привлекательно. Кроме того, что увлечение солнцем, да, соляриями может привести к появлению пигментации, может способствовать этому и гормональные изменения. В возрасте после 45 лет, когда уже начинаются гормональные изменения, возрастные изменения, может появиться пигментация. Часто после беременности тоже можно наблюдать пигментацию на лице, она, конечно, обледнеет, но часто девушки, конечно же, страдают от этого. Согласна, да, вижу ваш комментарий в чате, то, чем питаются, тоже может способствовать повлению пигментации. Особенно, да, если это какие-то продукты, которые, ну, способствуют даже элементарно появлению раздражения на коже, да, постоянное раздражение может уже, да, скажем, надолго поселиться на лице. А каким образом пигментация появляется? Ну, в первую очередь это защита. Это защита нашей кожи от ожога. потому что есть у нас, да, такие клетки, меланоциты, отвечающие за цвет кожи, за оттенок кожи, и при, ну, вот в частности, да, при, например, интенсивном солнечном излучении их вырабатывается больше, таких меланоцитов, и они стремятся как раз защитить кожу от, пожалуйста, покраснения, ожога и более каких-то серьезных последствий, пигментация. Поэтому, ну, какая бы она ни была, не симпатичная, да, но вот как раз пигментация, она является защитой для нас. А, ну, вот еще раз, да, о том, что это защита, о том, что меланин как раз способен защитить кожу от устро от этого получили, но это не означает то, что, например, загорелый человек и так, темный не должен совсем защищаться от солнца. Даже на темной коже могут появиться пигментные пятна, они не очень привлекательные, но с ними мы можем бороться, делать их менее заметными. Разделяют типы пигментации несколько, в частности, веснушки, то есть рождаются люди уже, да, с какими-то, допустим, с какой-то пигментацией, а потом, впоследствии, да, мы видим, что на активном солнце весной, особенно, да, в где-то время марта, веснушки становятся более яркими, и, ну, конечно же, это не совсем привлекательно, на всех открытых участках тела мы можем наблюдать, а с возрастом, конечно, они становятся гораздо более крупными, и уже мы видим во все времена года. Также выделяют хуазму или пигментацию беременных, это, конечно же, не очень привлекательные коричневые пятна на лице, но бывает и на теле беременных, которые тоже хочется, конечно, так-то корректировать. И старческие, старческая лентига, да, или старческие пятна, которые возникают у пожилых людей, ну, часто, конечно, из-за того, что люди подвергались солнечного воздействия, постоянная работа на грядках, да, на открытом солнце, ну, вот, пожалуйста, результат. То есть, это могут быть достаточно крупные пигментные пятна, которые хочется каким-то образом тоже скорректировать. Ну, и также выделяют родимые пятна, родинки, это, опять же, то, что у нас уже есть при рождении, и то, что мы все-таки родинки, да, приобретаем в течение времени. Если мы как раз неограниченное время находимся на солнце и подвергаемся ультрафиолетовому излучению. Есть у нас для любой проблемы решение и для пигментации также мы предлагаем серию защита и осветления. Дневное средство и ночное. Для женщин абсолютно всех возрастов подходят эти кремы. Здесь мы, как и во всех других средствах серии активный кислород видим технологию Лимбон 50 на 50. Это активная антиоксидантная защита плюс осветляющий комплекс Румекс, который как раз позволяет сделать имеющиеся пигментные пятна менее заметными и противостоять возникновению новых. Но также в дневном средстве, в дневном креме мы видим защиту как раз для того, чтобы дополнительно не появлялись уже новые пигментные пятна. Также от пигментации мы предлагаем наши замечательные средства из линейки биоклиник. Это наша как раз линейка на стыке косметологии и фармакологии. Здесь еще более усиленный СПФ-фактор и концентрированные средства, которые наносим точечно на вот как раз те самые проблемные зоны, где мы видим пигментацию. Поэтому рекомендуйте их. Это такое средство, которое позволяет за очень короткий срок сделать несовершенства менее заметными. Конечно, для всех, не только для обладателей пигментации, веснушек и так далее, абсолютно для всех наших потребителей мы рекомендуем с самого начала солнца, с марта использовать солнцезащительные средства. Конечно же, всем, кто едет на юг загорать, еще продолжаются бархатные сезоны, горящие путевки, они круглый год, мы всем рассказываем о том, что необходимо загорать очень безопасно. Первые дни ни в коем случае мы не выходим, не загораем, вот как есть, а как раз максимальную защиту лучше использовать первые два дня. Как минимум, затем мы уменьшаем, конечно, SPF-фактор, но постепенно и затем уже можно загорать. Наши средства, Sunzone, обладают уникальной формулой, которая защищает от интерфилетовых лучей, которая блокирует их, если мы как раз используем максимальный фактор 50. и, конечно, это не только защищает нас от ожогов, но и впоследствии от пигментации. Плюс к тому, что мы предлагаем средства для решения проблемы, уменьшения пигментации, мы не забываем предложить средства для очищения. Мягкое, очищающее, подходящее по типу кожи, средство, плюс тонер, желательно без спиртовой, потому что пигментация и спирт не совсем друг с другом хорошо сочетаются. Может появиться шелушение неприятное. И, конечно же, когда мы имеем дело с возрастными изменениями, мы, конечно, рекомендуем антивозрастные средства для очищения и обязательно средства для защиты от солнца. Если дневной крем, который мы рекомендуем, не содержит достаточно лазерного фактора. Например, концентрат дневной с SPF-40 линейки биоклиник, здесь уже солнцезащитное средство не настолько нам нужна. И запоминаем основное правило и рассказываем о нем нашим клиентам. SPF-фактор, это цифра, стоящая рядом с буквами SPF, содержит информацию о том, сколько времени человек может безопасно находиться с этим средством на солнце. То есть, если перед нами обладатель очень светлой кожи, который, например, уже начинает окраснеть через минут 10, то, например, 10 умножаем на 25 и мы получаем цифру 250, 250 минут этот человек может находиться безопасно на солнце с этим средством. То есть, после течения этого времени средство необходимо наносить повторно. За исключением тех случаев, когда мы купаемся, потеем и так далее. В этом случае, конечно, время использования эффективного использования средства сокращается. Это первый момент. И второй момент. А средства со SPF-фактором они не вечные, недолгоиграющие. А все-таки SPF-фактор это такой компонент, который, ну вот, если, например, вы за лето не использовали средства, на следующий год не настолько эффективны. Ну, просто элементарно как бы это вот такова природа. средства поэтому рекомендуем каждый сезон, каждое лето приобретать новые средства. То есть, ну, по истечению, допустим, там, 6 месяцев, да, указывается на тюбике, например, баночка, открытая, например, 6 месяцев написано. По истечению этого срока вы можете использовать этот крем, например, как увлажняющий, но солнцезащитного эффекта он не принесет. можно также интересно представлять тему про пигментацию о том, что это, например, подарки солнца, что это, конечно же, проявление возраста не совсем привлекательное. И как-то очень интересно тоже представлять эту тему с разными примерами из жизни, да, конечно же, с демонстрацией средств, борющихся с пигментацией и, конечно же, с проведением мастер-класса, где мы можем демонстрировать средства в их использовании. Также хотелось бы выделить как отдельную тему уход за кожей вверх. Мы абсолютно для любого типа кожи обязательно рекомендуем использовать специальные средства. Почему? Потому что кожа вокруг глаз отличается от кожи на лице. Кожа вокруг век постоянно подвержена таким просто элементарным изменениям, как движение. Первыми как раз появляются мимические морщины. Самые первые как раз в области век. ежедневно человек производит около 10 тысяч морганий. Представляете, сколько движений. Понятно, что если недостаточно ухаживать за нежной кожей век, то очень рано появляются мимические морщинки. Кожа здесь очень тонкая, практически всего полмиллиметра, и наносить средства нужно очень мало. Наносить их очень своеобразно, специфически. Мало мускулов, мало подкожно-жировой клетчатки в этой области, поэтому уход просто необходим как минимум уже лет 20. Самое неправильное, что можно сделать, как ускорить преждевременное старение и растянуть кожу. Это неправильное очищение. первое неправильным средством, например, для лица, которое абсолютно не подходит для очищения кожи вокруг век. Второе неправильное движение. Первая ошибка перетекает в ошибку 2. Растягивая кожу в разные стороны, какими полосами, круговыми движениями, такое очищение, к сожалению, для нежной кожи век не подходит. Конечно, использование средств незадаченной не предназначенной для ухода за кожей вокруг глаз. Это опять же перетекающая ошибка из первой. То есть нужно правильно подобранные средства использовать правильными движениями массирующими и, конечно же, уход, который после очищения мы используем, тоже важно подбирать специфически. С 20 лет мы рекомендуем как раз ухаживать за кожей вокруг глаз и вот крем для век невероятный эффект в первую очередь мы рекомендуем, который не только увлажняет кожу достаточно, но и борется с такими частыми проблемами, как темные прогибы в глазах, припухлости, благодаря экстракту очанки и кофеину, которые улучшают кровообращение. А также обращаю ваше внимание на разглаживающий крем для век с питательными маслами в линейке это бьюти, как раз от первых признаков старения и как раз от первых таких вот лимических морщинок, ну и конечно же кремов наших антивозрастных сериях по типу кожи, по возрасту. Здесь, конечно же, не только борьба с морщинками, но и с припухлостями, с темными кругами, то есть не нужно наносить три-четыре средства, а все есть в одном. Ну и конечно же мы не забываем о том, что для каждого возраста мы рекомендуем различные серии, которые направлены на определенные решения определенных проблем. А почему мы не рекомендуем использовать средства более старшего возраста, раньше, чем положено? Во-первых, потому что сравним, например, линейку власть на времени и например, технология молодости. Технология молодости мы рекомендуем с 30 лет, вот самый первый весь крем, когда появляются первые мимические морщинки, когда естественно могут быть темные круги под глазами, какие-то легкие припухлости, и это первый антивозрастной уход, первое антивозрастное действие. Все-таки когда мы рекомендуем крем власть над временем после 45 лет, то здесь мы уже видим заметные возрастные изменения, как например, нависшее веко, более какие-то отечные такие явления серьезные, и здесь уже гормональные первые изменения, которые опять же мы не наблюдаем в 30 лет. Средства более старшего возраста, если мы будем использовать для более молодого возраста, может временно улучшить состояние, как-то там мгновенно, но после как раз регулярного применения, после отмены этого средства, можно заметить раздражение и резкое ухудшение состояния кожи, поэтому с этим дискорминировать не нужно, а то, что рекомендует компания Reflame, в каком возрасте, тем и средства конечно мы ее предлагаем. средства для снятия макияжа мы тоже предлагаем специализированные, да, это наши средства для снятия водостыка косметики и средства, мягкие средства для снятия макияжа с глаз, и конечно же мы рассказываем на мастер-классах и показываем. конечно всегда мы делаем акцент за то, что глаза зеркало души, что это наше главное украшение и коже вокруг глаз нужно уделять заметное внимание, да, какое-то совсем отличное от ухода за кожей лица и о том, что правильный уход за кожей вокруг глаз позволяет убрать возраст, да, главное использовать правильно подобранное средство и правильные действия также при пухлости морщинки усталость глаз немного ли для тебя одной есть прекрасные средства которые решают все эти проблемы поэтому на мастер-классах мы также демонстрируем использование средств для снятия косметики да, как раз показываем правильность не растираем да, а подкладываем например ватную виску под нижнее веко да, и ватным диском смоченным средством для снятия макияжа снимаем такими мягкими движениями то есть можно конечно похлапывающими вот какими-то круговыми движениями потом остатки убрать но ни в коем случае мы не растираем и конечно же показываем как мы наносим крем для век после того как мы сняли макияж а это такими вот похлапывающими движениями нашим самым таким редко используемым пальчиком безымянным да такими вот тоже похлапывающими движениями по массажным линиям на верхнее веко от внутреннего уголка к наружнему да не доходя до линии ресниц буквально там где-то 2 мм и по нижнему веку тоже похлапывающими движения только с наружнего уголка к внутреннему Все зависит, конечно, от того, какое средство вы наносите. Например, если это антивозрастное и когда вы его наносите. И вы наносите, например, вечером, то лучше как раз это делать подальше от линии века, потому что можно распространить с отечностью элементарно, потому что это крем. И если, например, утро, то, конечно, с отечностью мы не увидим. Если будем наносить уже непосредственно века, членоподвижное, не доходя до ресничного края. Конечно, когда мы будем говорить о проблемах, решениях, мы не должны забывать о том, что возрастные изменения – это тоже проблема, которая требует решения. Многие женщины как раз понимают, что морщинки, какие-то первонимические линии обезвоженности, тускло цвет лица, какие-то изменения овала лица. Все это хочется каким-то образом скорректировать, хочется всегда быть молодой. Антивозрастной уход. Это, конечно, совсем другие технологии, другие средства, нежели ежедневный уход и уход для всех возрастов. Здесь более серьезные технологии, наши запатентованные комплексы. Каким образом они действуют? Во-первых, нужно понимать, как меняется у нас кожа в течение с возрастом. В первую очередь, после 25 лет, как я уже сказала, нужен другой уход. И в первую очередь это связано с тем, что кожа теряет огромное количество воды. Кожа становится обезвоженной, кожа гораздо медленнее обновляется, и плюс новых клеток вырабатывается гораздо меньше, гораздо медленнее они это делают. Роговой слой утолщается, то есть за счет этого как раз появляется более тусклый цвет лица. Ну и, конечно же, дерма утолщается и запасы влаги уменьшается, как я уже сказала. А также структура кожи меняет свою форму в связи с тем, что количество коллагена и эластина у нас вырабатывается гораздо меньше, и вот наши естественные пружины, они ослабевают. Поэтому, ну и выглядит, конечно, кожа совсем по-другому. Необходимо использовать средства, которые уже интенсивно питают, средства, которые обновляют кожу, которые как раз в верхний слой, да, это вермиса, очень мягкая, но эффективно снимают. И, конечно, мы используем средства, которые способствуют выработке коллагена и эластины, то есть стимулируют как тренажер. Что мы предлагаем? Ну, в первую очередь предлагаем увлажняющие средства, да, которые как раз содержат большое количество гиалуроновой кислоты. Это, конечно же, стимуляторы выработки коллагена и эластина, ну и средства, которые поддерживают тонус, которые улучшают овал лица, способствуют коррекции. Что предлагает наука, да, не только орифлы, но и вообще косметическая промышленность. Антиэйдж. Это такое направление, которое дословно приводится как антивозраст, и здесь, конечно, предлагается огромное количество программ, направленных на профилактику и на борьбу с процессами старения. Достаточно, ну, можно сказать, что новое направление. В 80-е годы только начала развиваться эта промышленность, да, именно антиэйдж, косметология. И на сегодняшний день, а мы видим, конечно, огромное просто количество научных сотрудников, которые разрабатывают различные технологии на борьбу с антивозрастными изменениями. Европейская Академия Медицины по борьбе со старением включает как раз в себя всех самых именитых и самых достойных научных деятелей в этой области. Возглавляет Академию Тутиери Эртак, доктор медицины и специалист в области гормонотерапии. То есть мы понимаем, да, что там, где мы предлагаем этот возрастный уход, там мы уже говорим о каких-то гормональных изменениях и лично предлагаем совсем другие средства. Ну и также Американская Академия Медицинского противодействия, это также одна из известных, известнейших в мире, которая также объединяет самых именитых научных деятелей в этой области. Как я говорила, да, с 25 лет мы предлагаем первый какой-то, да, вот уход более интенсивный, предлагающий увлажнение, ну вот зрелой кожи и уже какой-то действительно антивозрастной и уход мы предлагаем с 35 лет. В этом возрасте, да, хочется все-таки подытожить, уменьшаются запасы влаги, увеличивается чувствительность кожи, замедляется процесс обновления клеток, потолщается роговой слой, то есть кожа как раз приобретает более такой землистый оттенок и здоровый, и, конечно, нуждается в каком-то постоянном какой-то стимуляции. А также в возрасте, начиная с 35 лет, увеличивается глубина морщин, приезжают сатоны в кожу и уменьшается, конечно же, количество синтез коллагена и эластина, как раз, что способствует изменению, ну вот овала лица, а контуру, как раз, может оплывать немножко, да, становиться более каким-то, мягким, да, прожившим и появляются пигментные пятна. В этом возрасте уже какие-то первые изменения в области пигментации можно наблюдать на открытых участках тела и на лице. Антивозрастной уход предполагает в первую очередь максимально щадящий уход, да, это очищение, это тоник без содержания спирта, это, конечно же, обязательно использование антивозрастных средств, это крем, естественно, да, дневной и ночной для века, это, конечно, активные, да, какие-то концентрированные средства, капсулы, ампулы, сыворотки в обязательном порядке и обязательное ежедневное увлажнение с помощью масок, ампулы, которые также обладают интенсивными увлажняющими свойствами. А что предлагаем мы? Да, ну, в первую очередь, в 30 лет для борьбы с первыми мимическими морщинами. Это серия энергии молодости в линейке Optimal's, это, конечно же, сильная антиоксидантная технология благодаря нашему комплексу лингон 50 на 50, и это, конечно же, защита от фотостарения, благодаря ультрафиолету, ультрафиолетовому фильтру. Здесь крем, гимнекрем ночной, крем для века, ну, а для более старшего возраста, для более зрелой кожи, а в 40 лет, значит, 45 лет, 40 мы рекомендуем, мы уже, конечно, презентуем серию Королевский бархат, нашу легендарную серию, с которой чуть ли там не было не начиналась компания Риттейн, потому что, ну, это наша самая давняя, самая легендарная серия, благодаря своим активным компонентам, экстракту черного ириста, эликсиру, обновляется структура кожи более активно, повышается упругость ее, интенсивное увлажнение, происходит ну и плюс, благодаря наличию минералов в составе средств этой серии, мы видим, как улучшается цвет лица, да, в частности, вот, например, медь повышает упругость, да, способствует гладкости кожи, а, например, цинк как раз может регулировать, да, работу сальных желез, уменьшать поры, да, с возрастом, опять же, мы можем наблюдать такие изменения, как увеличенные поры, несмотря на то, что кожа теряет большое количество влаги, ну, вот, такие визуальные изменения можно наблюдать. также улучшается цвет лица, цинк, железо успокаивает и укрепляет, да, плюс магний, марганец улучшает цвет лица, ускоряет обмен веществ, ну, и, конечно же, обладает антиоксидантами свойствами. Поэтому, ну, вот, в возрасте уже после 35, да, после 40 мы рекомендуем совсем другое действие, более интенсивное и направленное на решение низких проблем. А линейка биоклюи, наша косметическая, позволяет, опять же, решить проблему потери благости, благо нашим личным концентратам, новому и ночному, а и за очень короткий срок, вернуть отличную, например, нового лица и повысить проблемусть кожи, конечно же, помолодить на несколько лет. А также в возрасте, да, после 35, после 40 можно наблюдать появление различных покраснений и, в первую очередь, связанных с близко расположенными капиллярами и расширенными. Есть у нас такое средство, которое позволяет бороться какие-то проблемы, это длинной маскирочек, крем против покраснений, который укрепляет сосуды, который успокаивает покраснение и делает окружение в университете. Ну и, конечно же, далее, да, для возрастов 30, 35, 40, 45 и просто 55 мы предлагаем серии подходящего возраста. Пожалуйста, серия у нас «Диамант», да, которая позволяет не только укрепить, да, защитные функции, не только бороться с возрастными признаками, как ворщины, но и способствует осветлению кожи, да, например, ну вот, в частности, как раз пигментация, можно с этой проблемой бороться, используя средства серии «Диамант». Как раз комплекс «Даймонд Эликсир», который вот выравнивает кожу, продает ее сиянию, благодаря содержанию процесса светоотражающих частиц и текста белого трюфеля, отбиливает немножко кожу, да, продает ее сияние. Ну и комплекс «Диамант Бьюти Комплекс» способствует как раз выработке собственных защитных механизмов, обновляя кожу и способствуя выработке собственного коллагена и эластина. Шикарная серия, да, отличное исполнение, ну и, конечно, мы когда говорим о антивозразном уходе, мы всегда подчеркиваем наши достижения, наши разработки. Серия «Власть над дремлением», которую мы рекомендуем для зрелой кожи после 45-ти, это интенсивное увлажнение, да, уже борьба с первыми гормональными изменениями кожи, благодаря своим фито-эстрогенам, фито-дремонам, которые не вызывают привыкание, а как раз способствуют, вот как раз эти компоненты, да, фито-дормоны способствуют выработке коллагена и эластина более интенсивно, чем средства предыдущего поколения. Конечно же, здесь уже мы видим компоненты интенсивно увлажняющие, как масло ши, потому что кожа в возрасте после 45-ти становится еще более сухой, и экстракт солотки, да, который обладает отбеливающим действием, также, да, первая борьба с возрастной пигментацией и с противовоспалительным действием, да, вот как раз чтобы покраснение, чтобы воспаление, а они тоже бывают в этом возрасте, чтобы было как можно меньше. А также в этом возрасте как раз очень будет актуальным придание кожи мерцания, да, вот такого сияния благодаря микрочастицам, ну и, конечно же, здесь мы предлагаем не только уход, немного ночной сыворотку, но и, конечно же, очищение, да, потому что в этой линьке замечательный эликсир для умывания. Ну и для возраста после 45-ти, после 30-ти, когда уже мы видим заметные возрастные изменения еще, да, более интенсивные, здесь, конечно же, мы предлагаем уже усиленную формулу благодаря астексантину, да, которая позволяет еще и очень активно защищать от воздействия свободных радикалов, а также восстанавливает структуру кожи, подтягивая овал лица, борясь с глубокими морщинами, с более глубокими, да, чем в предыдущих, в предыдущих, да, такие вот потрески возраста и придание цветов сияния раз более здорового вида. Конечно же, да, эта тема будет актуальна для женщин после 30-ти, 35-ти, 40-ка, да, но своим опять же молодым консультантам мы тоже рассказываем о том, что могут быть такие клиенты, да, что есть у нас у всех мамы, бабушки, которые тоже хотят быть привлекательными очень длительное время, поэтому мастер-классы с демонстрацией этих средств, с рекомендацией обязательно проводить нужно и рассказывать о нашей линейке, о том, какие у нас средства для какого возраста предназначены, какие в каждом возрасте изменения, мы видим это, конечно, обязательно. Ну и я рада, что вы меня дослушали, я рада сейчас буду ответить на ваши вопросы в чате, пожалуйста, задавайте, если они у вас есть. Я видела, как вы в чате, да, очень комментируете особенности того, как клиенты ухаживают за собой. Дорогие эксперты, если вопросов нет, я рада была с вами сегодня пообщаться. Рекомендую вам проводить тренинги по уходу за лицом, мастер-классы по уходу за лицом с регулярностью, как минимум раз в каталог, потому что средства по уходу за лицом – это высокобаловые продукты, да, это то, на что приходят наши клиенты, да, и если клиентка подобрал свой крем, свою серию, она, конечно, ни на что его не променяет. Поэтому проводите регулярно, да, то есть любой новый клиент, новый консультант должен сразу быть приглашен на тренинг интерпо-веллесс, да, мы рекомендуем как минимум раз в неделю проводить встречу, возможности веоллесс, ну и, конечно же, по уходу за лицом я предлагаю проводить тоже как минимум раз в неделю. Я в лице компании предлагаю. Завершаю, конечно, мастер-класс по уходу за лицом макияжем. Поэтому, пожалуйста, добавьте в свою работу регулярность, приглашайте меня на свои мероприятия по продукции, мастер-классы, тренинги по продукции, пати, да, какие-то презентации, запуски каталога. С удовольствием приду, опять же, да, с целью мониторинга, да, с целью того, как вы проводите, какие материалы используете и, конечно же, дам обратную связь. Потому что нам бы хотелось, чтобы ваши встречи проходили очень плодотворно, да, чтобы все-таки был результат в виде высокобаловых заказов и, конечно же, выдача сотрудников компании поддерживать ваши продажи, продажи ваших директоров. Поэтому регулярность, максимальный профессионализм и, ну, конечно же, ваш внешний вид как спикера, как эксперта по уходу за собой. Запись вебинара будет, конечно же, видео мы вам отправим. Очень рада была с вами пообщаться, такой активный чат. Хороших вам продаж, красоты вам и отличного настроения, смотря на погоду. До свидания. Продолжение следует...